Всем привет, с вами Том, и мы продолжаем играть в ворожею, и, короче, с воскрешением Марию, и мы пока фейлим, в плане того, что нам надо дождаться, пока вырастет орхидея на этом кусте, после того, как мы сможем скрещивать её с гранатом, просто побег львиного зева, на котором должна расти орхидея, как бы не засчитывается. Пока мы ждём, у нас что там вырастет? Вырастет, у нас ребёнок должен вырасти, мы сейчас будем отмечать её день рождения, у неё как раз уже исполнилось, вот, так что мамане её малышкой точно уже не застанет, и мы сейчас все переоденемся, переоденем гостей, ну, давай что-нибудь, ну, и это, допустим, вот, и пригласим бабушку, пригласить на свой участок, Так, где у нас бабушка? Ты забыл, как бабушку зовут? Серьёзно? Почему я её... Вот это прикол! У него Лариса пропала из этих самых... Из контактов. У него вообще контакты, смотрите, как слетели, у него ж куча было друзей. Игра, ты меня, как всегда, просто... Стоп, пауза. Ну, малышка не может позвать бабушку сама. Ну, значит, мы будем без бабушки. Всё, что я могу сказать, что идёт время, связи какие-то теряются. Например, Роберт забыл про Ларису. Померить температуру любви? Роберт, что с тобой не так? Что это за померить температуру любви? Откуда у тебя вообще такое даже это самое мнение? Давайте мы попросим показать наряд. Обычная одежда и... Стёп, потому что вот что-то вот с тестем у него нормальное отношение, а вот что-то с тёщей как-то не заладилось. Обычная одежда и... А, ну, ребёнка мы сейчас сами поменяем. Забава. Мне сегодня повезло. Одну пару отменили, и я смог прийти на стрим. Вот завтра опять будет непонятно что. Приеду к 12 часам дня на одну пару. Потом будет два окна, и снова пара. Спасибо большое, Джейк, за поддержку. Серьёзно, у тебя там всё с парами. То туда, то сюда. Держись. Два окна, и снова пара. Чё-то как-то неудобно, мне кажется. У меня, кажется, такой дичи не было в институте. Хотя тоже были различные... Ну вот. Чё-то отменяли, но так, чтобы прям два окна. А, мы выключили. Стёпа? А, Стёпа? Ну, а Степана попроси. Хочу, чтобы вы были красивые все. Да вы что? Боже мой. Вот это визитбургское приветствие меня просто убивает. Щёчку они тут все целуются. Особенно мужики с мужиками. Это просто. Ну и что, Вирусик, ты уже, смотрю, спать хочешь? Нет, ты не пойдёшь спать. Давайте сохранимся, на всякий случай. Сейчас мы посмотрим, как Вирусик у нас зажжёт свечи. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Другие варианты. Помочь задуть свечи Вере. Вот. Она у нас уже большая девочка. Так что пора. Не пора. Всё, короче, хоро болтать. Агнеса, ты такая лиса? Ты первая к тортику хочешь, да, я смотрю? Первая. И лицо такое. Бедняга. Степан, а ты куда пошёл? Чё тут? Чё ты её в стол ставишь? Всё. Живи там. Эй, Боже. Нет, Симы просто не могут без упортости, да? Каняна. Что-то у нас там странное. Вера взрослеет. Моторика 2. Короче, ну такое у неё всё. Творчество, интеллект, общение. Ммм, даже не знаю. Но мне кажется, может, общение ей. Интеллект, мне кажется, не очень про неё. Моторика тоже. Общение. Светский львёнок. Этот персонаж хочет разговаривать со всеми, изводить друзей. Творчество у нас. Творческое дарование. Мечта это карьера на поприще. Инскусств, интеллект. Умный ребёнок в школе точно нет. И непослушная проказница. Персонаж хочет быть прытким шелунишкой. Давайте проголосуем. Светский львёнок или прыткий шелунишка? Как успехи подготовки к бронекону? Влог, смотрите, такой себе. У меня ровно половина времени прошла, а подготовленная процентов на 25. Короче, давайте общение. Или моторика. Короче, мы её будем делать общительной или шелунишкой? Единичка это общение, двойка это моторика и, соответственно, физические упражнения. Ребёнок встал, ясим, что ты творишь. У Миланта там проблема, дилемма с ушами и прическами. Да, какими сделаешь, такими и будут. Чё уж там. Вернулся прямиком к взрослению ребёнка. Вот, видишь, мы голосуем за то, что она будет очень общительной, единичка в чат, или за то, что она будет очень непослушной, двоечка в чат. Удивляюсь, как красиво получается шить и вязать, в общем, делать своими руками. Большое спасибо, Пинки. Стараюсь, стараюсь. Конечно, есть куда расти ещё, но стараюсь. Так, и большинство у нас хочет общения всё-таки, да? Есть варианты за шелунишку. Вот, но светский львёнок у нас, походу, побеждает. Сейчас ещё 30 секундочек подожду. Ну, раз все проголосовали, кто хотел. Ну, хорошо, значит, она будет у нас светским львёнком. Окей. Оп, раз. Ну, лично я бы тоже взяла светского львёнка. Мне кажется, у неё вот именно она была достаточно общительной. Вот. Поэтому, мне кажется, ей это подойдёт. Давайте мы выберем что-нибудь. Может, я бы вообще выбрала какое-нибудь рандомное число? Ладно. Не будем мы выбирать рандомное число. Ну, давайте дружелюбную тогда. Или что-нибудь более интересное. Весёлое. Персонажи счастливее других. Пусть она любит кошек, так у них нету кошки. Вот, так что... Пусть будет весёлый. Давайте. Я тоже вот смотрю на весёлый. Пускай она будет весёлой. Она так с собакой с этой всегда весело играла. Я думаю, ей это пойдёт. Ой, ты какая с косичкой. Забавная. Была... Ну, в принципе, она... Вот тут она... Слушайте, вот бабушки жалко нету. Потому что сейчас она, мне кажется, вообще очень похожа на бабушку. А мой торт мне не дают. Не, серьёзно, мне кажется, она на бабушку вот так очень похожа. Вот Лариса не пришла на твой день рождения, а ты, между прочим, на неё похожа. Ну чё, торт ты будешь брать, ребятёнок? Правильно, бери торт. Она какая-то очень высокая, вам не кажется? Не, какие-то пропорции странные. Ну, в плане вытянутое лицо и всё такое. Если что, это чисто генетический ребёнок как бы полностью... В общем, она действительно родилась такой, я её не создавала, малышку. Она действительно ребёнок Марии и Роберта прямой. Ну чё ты там села? Ну ладно. Между прочим, может ты пообщаешься вот с дедушкой познакомиться? Да, с дедушкой она, кстати, в своё время разругалась. Ладно, не важно, что у вас интересного происходило. Влог пока ещё не смотрел за четыре недели. Вопрос с петличкой решился. Спасибо ещё раз, Джейк. Да, петличку я докупила. Вот. Ту же самую, только новую. Вот. Интересного, да, ничего не происходит, но я просто готовлюсь к Рубрани Кону прямо. Если я не делаю видео, я готовлюсь к Рубрани Кону. Ну, не считая различных вещей. Ну чё, он не согласился нас качать на качелях? Поднять настроение, что у нас дедушка это самое. Вот. Короче, я серьёзно, я... Ну вот, правда, у нас тут дни рождения частично были, но в целом... Такое себе. Заведём им ёжика. Не, не хочу я им покажу животных. Давайте по Агнесу попросим покачать на качелях. Покачайте у нас кто-нибудь на качелях. Потому что Степан нас с ней не захочет... Ничего себе! Давайте мы потом ей гардероб подберём. Это очень странный ребёнок. Ну, у тебя и классный прикид зимний. Сейчас. Очень странный ребёнок. А почему тебе в этом прикиде волосы темнеют? Ты мне не скажешь? Я сама не решила в каком прикиде будет. Ей! Да, хоть кто-то тебя качает на качельках. Счастливый персонаж любит жизнь. Так вот. А вы тут что делаете? Он уже не грустный, он уже счастлив... Боже! Вот это я понимаю. Попросить покачаться? Я тебя попросил покачаться. А можно качаться одновременно на двух качелях? Нет? Нет, не могут. От качеля одноместные, к сожалению. Давайте посморить ничем о соседях. Папка одежду подбирать не умеет, что дошла в шкафу, то и надела. Точно. Это совершенно точно. Всё, Агнеса пошла. Давайте мы подберем ей что-нибудь другое, выбрать наряд. И, наверное, ей надо нормальную кровать поставить, а она спать хочет. У нее такая кровать, в которую она не влезет. Можно я пойду это самое лягу куда-нибудь? Когда будет примерно стрим по лое, очень хочу поиграть с тобой. Пинки, стрим по лое в эту субботу, где-то часов в три, наверное, мы будем играть в лое. Но зачем мы будем не играть в лое? Мы будем... Что, ты не подойдешь? Все сложно в этой жизни выбрать наряд. Мы будем делать фотосессию хайландскую, так что наряжайтесь в хайландские наряды и подходите. Она поставила кистью. Куда? На шкаф? Как ты кистью на шкаф поставила? Он же высоко. Мы что-то не знаем об этом ребенке. И она ушла в Нарнию. Ой, это Legends of Equestria. Модница. У тебя есть злые персонажи? В вампирах есть. Ну, в смысле, что-то такая высокая, серьезно. Прямо, как эта самая. У кого-то такая высокая, красавица моя. Можно без этой шапки? Серьезно, что есть с головой? Что это за... Не знаю, будем мы так оставлять? Или может все-таки ввести код и фулкасс ее немножко скукожить? У нее очень голова по генотике вышла. Меня это напрягает. О, модно. Мода модная просто. Не, я, конечно, понимаю, что там, где она живет, это в самый раз. Ах, красота. Красота. Не описываю. Просто. О, я не могу. Упасть не встать. Будешь зайчиком у нас. Ты уж точно такой впечатлить, что папа выбирался. По принципу, что нашла, то и наделает. Хотя, подожди, ты же дома. Дома давай к нему. Тапушка будешь ходить. колготах. Может, прическу поменять? Ну, сейчас посмотрю, что там по прическам есть. Мне кажется, у нее проблемы с высоким лбом. Очень высоким лбом. Мне тоже, кстати, нравится прическа, просто она реально похожа на родителей в этом плане. Просто тут ничего такого, наверное, более похожего нет, я думаю. да, мы оставим косичку, потому что с этой косичкой она реально похожа на бабушку и на маму частично. Вот, потому что как бы может быть не очень соотносится с детской прической, что у нее там кучерявая была. Тут у нее, конечно, может кучерявые волосы, просто что она их в косичку заплела. Вот, то есть такой кудряшкий в детском варианте, только вот совсем кудрявый, но это немножко не то, мне кажется. Не знаю даже. Можем голоснуть, если хотите. Вот за кудряшки или еще вампир. Или за косичку, или за кудряшки. Ну, давайте проголосуем. Короче, вот кудряшки или косичка. Понятно. Ну, вы хоть отдыхайте. А я на днях допрошел Человека-паука на PS4. Очень понравилась игра. Сюжет классный. Еще видел, вышло ли ВДС злодей, не планируете с Крисом проходить? Спасибо, Джейк, еще раз. Так, можете голосовать. Единичка-косичка, двойка-кудряшки. Отдыхайте, но это не так просто. Человека-паука Крис смотрел прохождение на Ютубе. Или не на Ютубе, не знаю. Короче, прохождение смотрел. Вот. Я пересказывала и финал я видела тоже. Лего ДС злодеи. Что-то слышала, но нет, мы с Крисом точно не планируем, потому что в Лего сейчас проблематично играть в плане того, что там очень-очень много копирайта, на все копирайты и вообще, вообще, вообще не очень. Вот. Вот так потихоньку. Крис будет в Redemption играть, когда выйдет. Мы его потеряем, поверьте мне, на несколько дней. Стрим залагал. Что, не, не залагал, это я просто окно активное сменила. Что там пополам? Ну, вы там давайте решайте, чтобы не пополам было. Я пока тут подбираю что-нибудь. Как-нибудь выбирайте, чтобы было в какую-нибудь одну сторону перевес. А то как-то не очень. Давайте и два повседневных сделаем. Один вот такой, а второй какую-нибудь кофточку или штанишки. Ой! Ничего себе, это чулочки оказывается. Это, оказывается, чулочки? кудряшки. Кудряшки. Давайте я еще подожду, пока я тут выберу что-нибудь, юбочку какую-нибудь. даревня стайл. Все наше. А это у тебя еще и праздничный такой наряд. Ну, твою мать моя вообще, королевна. кудряшки с перевесом в один процент. Ну что, тогда кудряшки делаем? Два, два человека с перевесом. Давай создадим два повседневнических наряда, один с кудряшками, другой с косичкой. Давайте. Так, хорошо, тогда стоп очистить, стоп. Ну, собственно, я их уже два сделала. Так, раз. Первый у нас. Ну, давайте вот этот тогда с кудряшками первый, а второй с косичками. Я думаю, это можно считать одной прической. Ха-ха-ха. Вот. Это с кудряшками. А можно же менять на втором, да, по-моему? По-моему, на втором как раз-таки можно менять косичку. Вот. Сойдет? Так. А ты у нас вот тут будешь с косичкой. Ну, давайте я тогда туда-сюда, короче. Тут косичкой, там с кудряшками, там с кудряшками, тут с косичкой. Тут, в принципе, все, только, наверное, без вот этих и каких-нибудь. перейдевашки на стримах. В папку, точно, у папки такой же жилет. Ох ты, ну ты выбрала мать себе костюм. Будешь хомяком. Тяк. А тут тоже, наверное, можно косичку в этом варианте. Слушайте, а вот с этой прической невысокий у нее вроде лоб. Ой, не то. Что-то как-то, что-то я в этой жизни не понимаю. Так, вот тебе только туфельки поменяем. Какие-нибудь. Fashion из My Profession. Перестаньте писать двойки. Все, уже голосование закончилось. А, я не убрала часик. Точнее, я убрала, но не убралась в очередной. Сейчас я уберу. Секунду. Оно глючит просто периодически. Все, сорян. Сейчас я вам... Я все равно вы там ничего хорошего не видели. Сейчас я вам покажу итоговый наш вариант. О, красота. Ну, ладно, ставим ей очки, раз она хочет такие очки. Только можно какие-нибудь желтенькие. Хочу желтенькие. Вот тебе с единорогом. Футболька. Зеленые шорты. Вообще, самое модное на районе будешь. А тут, кстати, миленько даже. Только хочу высокие какие-нибудь бутсы. Уги. У-у-у-уги тебе. Все, короче, вот, смотрите. Повседневный второй, повседневный первый, вечериночный, спортивный, спательный, вечериночный, другой, купальный, летний и зимний. Может, ей шапку зимний вариант? А то опять заболеет. Еще одна. такие, ноу, ноу. Вот тебе шапка, короче, не болей. А то у нас тут были прецеденты. Что-то я хотела, а, вот сюда я хотела колготки добавить. Кажется. Ну да. Еще велосипед вообще красотка, да. теперь похоже на кота, да, она такая, лайка кот. На каком сервере мы будем в субботу? Вот, кстати, я не знаю, на каком сервере, так, давайте мы еще и скрывать, поставим нормально. Я не знаю, кстати, на каком сервере лучше в субботу стримить. Я, наверное, где-нибудь перед тем самым, перед стримом сделаю небольшой опрос в плане того, во-первых, на каком стрим, на каком, на каком сервере лучше, на российском или европейском. Вот, и как бы смотрите группу. Я там напишу по итогу, что у нас вышло, потому что я, честно говоря, сама пока не знаю. Вот. Много светильников, прям и такой. Давайте мы тут лучше продадим и повесим ей детский светильник в детскую комнату, которая будет у нее отгонять всяких нехороших. Где там детский светильник? на стену его защитник детей. Хомяк. Хомяк ее защищать будет. Эй. Стул. И при свечах, короче. Серьезно. Вот тебе. Ну, в общем, я думаю, тебе хватит пока мест на первое... во первых строках нашего письма спать. Она такая голодная. Степа, ты что у нас прописался, что ли? Хотя, мы поужинаем сначала, потом спать? Точнее, не спать, ребенок. давайте... Роберт уже завалился, главное. Давай там что-нибудь тортом. Тортом. Взять кусочек, давайте. Поедим, потом спать. Взять кусочек. Теперь у нас есть домашка. Степа переоделся, главное, в зимнее и сел. А, ты типа переоделся, то что ты уже уходишь? Все с тобой понятно. Что вы слушаете? Ересь какую-то. Так, мы начинаем день рождения с вечернего тортика. Давайте с папкой пообщаемся, что ли. просить новой игрушки. Поговорить игрушки. Кстати, никто не хочет сделать ребенку какой-нибудь подарок. Купить подарок. Давайте ребенку что-нибудь купим с честь дня рождения. Лекарства, например. Выложить подарок эта книга. Поросенок шарот. Давайте мы купим камеру цифровую и игрушку. Ладно, игрушку купим. Давайте вот осьминожку возьмем. Ничего себе стой этих самых. Ну ладно, это еще не самая дорогая. Папаня. Где у нас тут осьминожка? Осьминог, осьминог. Восемь ног. День рождения веры совпал с день рождения модель. Да, представляешь, какие совпадения бывают. Пойду попугаем кабачок давать, а то расшумелись. Ох уж эти попугаи. Ты сохраняла ссылки на моду Минуэт и Твинклшайн? Твинклшайн, прическу и платье я кидала в группу в моды вчера вечером. А у... Что там? А что ты красный коробку даешь? Вот, у Минуэт ну вы мне короче в темы пишите, я как смогу закину. Я вот долго не могла, но наконец-то закинула вчера кому что обещала, так что если вы тоже что-то очень хотите, вы в группе оставляйте это самое заявление и я как смогу закину. Так, а это мне? Это все мне? А почему кровавая красная коробка какая-то? Ведись, ведись, ведись! Папенька, вы это самое. Игрушка! Две игрушки. И что, понравилась ей игрушка? Такая, ну я не такая, я взрослая. Настроение для дарения, вручение удачного подарка, понравилась. Какая радость. Компу что я поставить? У них есть комп, вон он, вон у них компьютер. Надо будет, сходит поиграть там, все. Ой, нет, 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 спи в своей кровати, оставь кровать ребенка в покой. Мискликнула. И не туда. Ей, врашеньке. У него есть завтра работа или нет? Что у нас тут, еще не выросла орхидея? Жанна звонит. Поговариваю, в замке прямо сейчас проходит крутейшая вечеринка. Нет, только не с тобой. Только не с Жанной. У нас выходной. Давайте с ребенком сходим в какой-нибудь парк, что ли, поиграем. Раз у нас выходной. Вот. Ну, во, снег выпал. Можно, конечно, можно, а тогда мы тут на участке поиграем. Что-то уже встал? Ну, ты прям бодрячком. Иди там в душ, что ли, в туалет. Потом что-нибудь приготовишь. Я просто хочу, наверное, побыть на этом участке, чтобы у нас уже выросло что-нибудь. Вот, например, что выросло? Так. Как-то я в прошлый раз смотрела, что там было написано, что выросло. А, вот. Один львиный зев и одна. Три львиных зев. Одна лилия. Почему орхидея не растет? А, ей, кстати, по-моему, надо дня три, чтобы вырасти. Сорян. Да, тогда еще ждем. По-моему, она только на третий, что ли, день вырастает зимой. Там еще и не все так просто. Вы думали, что раз и вырастет, а вот и нет. А вот и раз и не вырастет. Тогда мы на участке сейчас. Давайте Агнесу пригласим опять, поиграем на участке. в че-нибудь. А, оси, глядишь, и вырастет. У нас сегодня, между прочим, какой? Второй или третий день зимы? У нас третий день зимы, так что, может, уже и вырастет. Ой, что это такое? Праздник потасовки на районе? Надо с кем-то драться? Серьезно? Правда, что ли? Кстати, надо по-перерыв, наверное, сделать. Давайте сейчас приготовим завтрак. готовить. Че ты тут можешь? Медовик, надо мед. А у нас есть пчелы. Теоретически мы можем собрать мед. Ладно, потом попробуем. Творц зомби, спагетти. Ну, давай, спагетти. Телли, что ли? Раз уж хотишь. Новогодняя коробка. Бедная Жанна. Мы за Агнесу поиграем сегодня? Мы в прошлый раз за нее все время. Ой, а ей в школу должна быть надо. А, тогда мы поиграем за Агнесу. Наверное. Я и забыла, что с родственным детям надо в школу ходить. Черт. Я уже думала, сейчас с ребенком тут снежки покидаем. тогда мы отправимся с Робертом в гости к Агнесе, наверное. Ёлки-палки, серьезно, я забыла, что школьники вообще в школу должны ходить. Между таки прочим, играть в снежки она хочет. Ну, что, предлагайте в чате с Робертом к Агнесе сходить или зайти за Агнесу? просто. Мы тут уже макарошки наварили. Может, ее опять сюда поставим? Сейчас у нас выходной. Нет, с ребенком можно будет потом, конечно, поиграть и все такое, когда она вернется со школы? Она только на счет вернется. У тебя там никаких крыльев нет, случайно, а то есть у нас кандидаты. А кашкольники куда ходят? В кашколу они ходят. Кашкольники входят в кашколу. Может, Агнесу к себе позвать, чтобы цветок рос? Ну, давайте Агнесу к себе пригласим. Он-то, ну да, чтобы... Ему лучше, конечно, на этом участке, если мы будем. Давайте пригласим опять Агнесу сюда. Лучше выконом. Просто реально цветок быстрее вырастет. У Креки Аня папа натворил то, чтобы у них получился годовой запас майонеза, кетчупа и водки. Ну, я бы так не это самое. Я бы так не думала, что это годовой запас. Годовые запасы имеют свойство оказываться негодовыми. Вера отправляется в школу. Куда у нас собирается Роберт убирать снег? Роберт собирается убирать снег. Себя я делать не хочу. Мне эта концепция не очень нравится. Себя делать. Ну и что ты? Ты просто перекладываешь снег с одного места на другое. Тебе не кажется? деловой такой спасу нет. Не, ну правда, вот в чем суть этой уборки? Молодец. Тут еще две кучи. Кто это к нам чешет? А кто это? Ева. Что за Ева? Вы просто вы наш снег пришли воровать? Вот. Началась зима, начали воровать снег. На стой зимой то же самое. Серьезно. Не очень, не очень, не очень, не очень, не очень. Роберт дворник. Ева, вы кто? Давайте попробуем запалить. Может, у Роберта получится спалить эту штуку? Конечно, не факт, но может, мы все-таки сможем избавиться от этого ненима? Серьезно. Стой. Снеги, следы такие главные. Вот я пошел убирать снег. Все, убирал снег и убирал. Посетить Агнесу винт. Ну, давайте. Коровая все еще не выросла. Давайте сейчас быстренько зайдем за Агнесу, посмотрим, что она там делает. А потом вернемся за Роберта в 3 часа дня, когда ребенок со школы вернется. У них актуальное, да, занятие перекладывать зимой снег с места на место. Ну, я не могу, я всех пытаюсь избавиться от этой кучи, она меня напрягает. Если бы она еще не воняла, я бы забила, но она воняет, меня это не нравится, меня раздражает, когда рядом на участке что-то воняет постоянно. так, раз, о, да, перерыв, точно, я уже забыла. Сейчас посмотрим, что у нас там, магнет вообще дома, не дома. Потому что она на работу ускакала. шло время, меняли сезоны, только вонючая куча, вонючая я, горячая куча оставалась неизменной. Вот да, правильно. Все на уборку снега просто, просто, всем срочно на уборку снега. У тебя сегодня выходной какой-нибудь? С восьми? Ага. Отправиться на работу можем. Что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Просто. Умникон в городе нет, на умникон мы не поедем. Вот это ее это самое. Короче, пишите в чатике, хотите за Агнесу тут снег поубирать, еще что-нибудь поделать, куча горит, или за Роберта, я сейчас вернусь, вот, может у вас какие-то есть конкретные предложения. На минуточку ухожу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok